Сотрудниками управления МВД России по Тверской области пресечена деятельность лжегазовщиков, которых подозревают в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. По имеющейся информации, 33-летняя жительница Твери создала группу из 13 человек. Злоумышленники приходили в дома и квартиры, где проживали пожилые люди, представлялись сотрудниками газовой службы и под предлогом обслуживания газового оборудования, осматривали плиты, а затем заявляли о необходимости срочной замены газоанализаторов. Получив оплату в размере от 15 до 30 тысяч рублей, фигуранты устанавливали в квартирах обычные датчики задымления, после чего скрывались. Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Предполагаемый организатор и несколько активных участников противоправной деятельности задержаны полицейскими в офисе, расположенном на улице Лидии Базановой в городе Твери. В настоящее время пятеро фигурантов заключены под стражу. В отношении остальных избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По версии следствия, сообщники предъявляли потерпевшим документы, списки на установку оборудования, предлагали сделать скидку, чем вызывали доверие у пожилых граждан. В ходе обысков обнаружены и изъяты рабочие тетради, обучающие памятки, датчики, кассовые терминалы, спецодежда для газовщиков и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время установлено 34 факта мошенничеств, предположительно совершенных задержанными. Имеется основание полагать, что фигуранты могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям. Предварительное расследование продолжается. У ФСБ России по Тверской области совместно с УФСИН России по Тверской области пресечена попытка создания религиозно-экстремистской ячейки, пропагандирующей идеологию терроризма в местах лишения свободы. В результате расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 205 УК РФ, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, доказана причастность к пропаганде террористической деятельности и оправданию терроризма лица, отбывающего наказание в местах лишения свободы на территории Тверской области. Установлено, что он предпринимал попытки по формированию из числа осужденных экстремистской ячейки, придерживающейся идеологии террора. Решением выездной коллегии Московского окружного военного суда фигурант приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.